Ребят, всем привет! Добро пожаловать на мой канал! Меня зовут Валентина и сегодня будет видео о моих покупках из секонд-хенда. Первое, с чего бы я хотела начать, это вот этот вот свитшот черного цвета с такой интересной надписью по кольцу вокруг воротника. Надпись белая цвета контрастная, смотрится интересно. Свитшот повседневный, это не какой-то дорогой бренд, не какой-то там супер именитый дизайнер. Просто мне понравился дизайн. И знаете, иногда все-таки нужно делать покупки не только гонясь за именами, за компаниями, а просто для души. Свитшот очень удобный, комфортный, вот на каждый день, просто как смена обстановки, так как мне быстро все приедается, быстро все надоедает, хочется вносить каких-то красок, вносить какие-то новые эмоции. Поэтому для меня вот секонд-хенда находка, потому что можно так вот смело пойти, что-то прикупить, одеть пару раз, потом выставить на продажу. Продаю вещи я на своем аккаунте showroomtrendforever и также на сайте шафа. В инфобоксе ссылки и на ту, и на ту платформу вы можете найти, если что-то вам захотелось прикупить. Конечно, бывает так, что я покупаю какую-то вещь и не продаю ее потом, потому что она очень уж прикипела мне. Но в 90% случаев у меня как-то быстрый обмен, быстрый оборот, поэтому я легко могу расстаться с вещью. Следующая вещица, которую я хочу вам показать, это джинсовая юбка фильма Эскада. Она в классике, без каких-то там супер вау деталей, просто джинсовая, прямого кроя, правильного цвета варки. Здесь, если присматриваться, видна эмблема на пуговицах, на вот этих вот кнопочках. Сзади ничего не представлено такое, что указывает то, что Эскада, кроме как добротность материала, качество. Внутри все бирки сохранены, юбка сделана в Италии, она 42-го размера, если мне не изменяет память. Сейчас, секундочку, я проверю. Да, это 42-й европейский, материал 100% катон, но я бы сказала, что чуть-чуть она тянется. То есть, если брать тактильное ощущение, что кажется, что здесь 1% ластана присутствует. Я смотрела сейчас подборку юбок модных на весну. Да, сейчас больше акцент дается на юбки какие-то экстремальные, чтобы у них был какой-то очень привлекательный фрагмент. Но в то же время базовая джинсовая юбка, она всегда уместна, тем более, что сверху можно что-то такое эдакое одеть. А еще мне нравятся, как вот такие вот юбки комбинируют с рубашками тон в тон, получается Total Denim Look. Сверху можно еще и джинсовую куртку надеть, тоже такого вот цвета. Мне кажется, будет смотреться очень актуально. Еще я хотела отметить, что несколько видео ранее в рубрике покупки Second Hand я говорила, что угадайте, какую вещь я оставлю себе, либо вообще ничего, ничего не оставлю, и пришли подарок. Так вот, вы не думайте, я не забыла, я обязательно проведу розыгрыш, у меня просто выдалось очень сумасшедший январь и февраль, когда я вообще не могу как-то контролировать время свое, потому что только я запланирую, у меня вечно что-то происходит. Так вот, я обязательно отправлю подарок, тем более я пролистывала, я увидела правильные ответы. Следующий свитер, и это впервые попался такой бренд, это VeroBank, размер XL. Понятно, что свитер большой на меня, будет выставлен на продажу, он невероятный. Вот смотришь так, ну какой-то обычный серый свитерок, но если правильно падает цвет, то он не серый, а с лиловым оттенком. Он качественный, вот продуманный такой, он смотрится дорого. И сейчас, если вы видите примерку, то можете понять, мне нравятся яркие цветовые сочетания, мне хочется каких-то красок в жизни добавить. И, наверное, я вот настолько устала от монохромных луков, что вот всячески стараюсь разбавлять свои образы броскими цветами. Так вот, этот свитер помог мне сделать баланс в луке, так как все было яркое такое, а вот он не брал на себя слишком много внимания, и в то же время за счет такого фасона классно вписался. Качественный, стильный. Не читала еще, честно признаюсь, за бренд этот, но только когда покупали в Хумане этот свитер с мамой, я открыла вообще посмотреть, что это стоящее, потому что на слуху что-то есть, а вот в памяти припомнить я не могла. Почитала, да, это достаточно дорогой премиум сегмент, вот, но подавиться с вами большим потоком информации не могу. Надеюсь, что я буду, когда выставлять этот свитер на продажу в моем шоурум Тенди Форелла, я в посте добавлю побольше сведений и фактов. А вот это вот джинсы прямого кроя бренда Allsand. Это вторая вещь этого бренда, который у меня имеется. И что я могу сказать? Такой уютной одежды, такого шикарного кроя я, наверное, ни у кого не встречала. Хотя я с многими компаниями, в принципе, знакома, потому что постоянно делаю покупки в Секон Хенде, постоянно снимаю видео. Но вот Allsand это качество, это натуральный состав, это стильный дизайн. Вот казалось бы, да, джинсы обычные, прямого кроя, ничего в них такого нет, но как они сидят? Они удивительно подчеркивают то, что надо, и скрывают то, что не надо. Сзади интересная деталь, вот, вообще Allsand это минимализм, то есть у них редко, когда встречаются какие-то фух, вырви глаз, нотки. Но всегда есть какая-то изюминга. Здесь, например, вот лейба, просто кожаный кусочек такой вот асимметричный, и на нем кнопка, на которой написано Allsand. У меня свитер тоже, вот, Allsand классный цвет, он не коричневый, не бордовый и не черный, что-то вот смесь этих трех оттенков. Носила тоже вместе эти две вещи я. К сожалению, примерку джинсы будет наблюдать у меня здесь, потому что, когда я снимала ее на улице, я не знаю, где делся этот файл. Вот, поэтому только здесь. Вообще, они очень-очень классные. Высокая посадка. Хотя здесь на бирке сказано, что это джинсы коллекции 8-го года, то есть им уже 12 лет, а, как по мне, очень-таки актуальная форма. Следующая вещица, это вот такая вот интересная майка асимметричного кроя. Спереди с одного бока короче, с другого бока длиннее, сзади еще дырочка такая, она как резинка. Вот такой фасон можно носить как самостоятельно, то есть это вот просто топ там с джинсами, с какими-то брюками, с юбками, а можно поверх чего-то. Если вы смотрели коллекцию Zara, последнюю, да, это, в принципе, даже и предыдущая, то везде вот подобного плана топы внедряются поверх. Даже не обязательно на рубашку, можно на футболку, можно на реглан, на кофточку, на все, что вы видите. То есть эффект многослойности, но с такими, с долями минимализма. Этот топ был куплен в Хумане по 11 гривен, я плохо сейчас помню, если честно. Но на каком-то сейле в Хумане, не вот топ, что сейчас проходит, то, что предыдущий был, а еще ранее. Я до сих пор не успеваю показать вам все вещи, которые были куплены в девятнадцатом году. Вот, у меня уже есть некоторые покупки двадцатого года, а я до сих пор демонстрирую девятнадцатого. Следующая вещь, это невероятная, очень тяжелая замшевая, натуральный замш-куртка в ковбойском стиле, с бахромой. Но я встречала в секунде курточки с бахромой, только вот с такой вот деталью, как талия здесь такая вот интересная, с вот такими вот защипами, не видела. Это видно, что ретро-вещь фирма Wilsons. И эту куртку я хотела брать даже с собой в Египет, не потому, что там ее носили и как бы использовать функционально. Я заряжена идеей на фотографию. И я вот чувствую, у меня на этих выходных приезжает мама, я пойду с ней на море, и мы там сделаем это фото, потому что у меня просто вот... И я знаю многим, у меня уже писали девочки, что я часто бывает загорюсь, какие-то идеи фотографии, потом всем-всем-всем рассказываю постоянно. Вот, и вот уже почти месяц я думаю об этом кадре. Поэтому нужно делать, мой молодой человек ни за что не согласится снимать меня, ладно, немножко открываю тайны, снимать меня на холоде, потому что он скажет, ты заболеешь, а мама согласится. Вот, так что беру эту куртку, еще пару вещей вы увидите, если подпишетесь на мой инстаграм-аккаунт, и буду делать фото на выходных. В предыдущем видео о покупках секонд-хенд я показывала подобного плана брюки, только в горчичном цвете. Те были не моего размера, поэтому показывала я их на картинке. Эти же как раз моего. Мне нравится, что у них очень высокая посадка, я люблю вещи, которые вот так вот вытягивают на ножки. У них классная длина, то есть они не длинные прямо вот в пол, они укорочены, как кюлоты, бриджи. Мне безумно нравится фактура, вот этот вельветовый материал, он потрясающе комфортный, и насколько я смотрю тенденции модный, вельвет в моде. Мне нравится нестандартный оттенок, это не розовый такой, какой-то грязно-розовый что ли. Классно смотрелись эти брюки с кофточкой от Веры Ванг. Поэтому, не знаю, про предыдущие говорили, что фу, какие они некрасивые, нестильные. Я не знаю, почему вы так считаете. По-моему, очень красиво, стильно. Сейчас у меня единственное время снять примерку, это когда я кормлю бездомных котиков. Они опять-таки, надеюсь, в кадры попадают. Так вот, хотела сказать, мне писали, что забери их себе. Ребята, у меня дом не резиновый, у меня и так шесть котов. И один из этих котов, это моя Барселона, которая очень сильно болеет. Если вы смотрите мои влоговые видео, вы могли знать, что у кошки вот такой вот список болезней. Все начиналось с паралича. В общем, очень напряжно мне сейчас и ее лечить, и еще других животных подбирать. Я так, по возможности, бездомным помогаю. И такие советы просто неуместны. Если вы хотите помочь, пишите мне в директ. Мне иногда просто не хватает репоста. Вот, репоста можно помочь спасти жизнь одному животному. И не одному, в смысле, вообще животным можно помочь, если быть социально активным. А это мне мама прикупила вот такую вот кофточку. Это United Colors of Bandon, стопроцентная шерсть, укороченная. Я не знаю, я не уверена, что это совсем мой цвет. Мне всегда казалось, что вот такой вот зеленый, он как-то в сочетании с оттенком моей кожи невыигрышно смотрится. Точнее, я невыигрышно смотрюсь в таком цвете. Напишите, что вы думаете по этому поводу. Поэтому я сейчас еще не знаю, как мне с этой кофточкой быть, оставлять ее себе. У меня, в принципе, вот такого вот фасона и нету. Или все-таки выставить на продажу, потому что я знаю, есть много девчонок с зелеными глазами, которым безумно идут такие оттенки. Мне как-то вот, мне кажется, не очень. Следующая вещь, это брюки, которые 100% будут выставлены на продажу. Но я бы с удовольствием ставила их себе. Вот такая вот интересная деталь. Защипы, карманчики. Это 12 размер, пыльно-розовый цвет, высоченная посадка, прямой крой, необработанный край. Они удивительные. И это джинсы бренда Ли. Мне очень нравятся Ли. Качественные вещи тоже у них встречаются. Потрясающе крутые. Вот хоть бери и ушибай на себя. Мне очень нравится такой фасон. Я бы с удовольствием носила. Такой момент, когда ты, знаете, с одной стороны похудел, и ты, в принципе, доволен своими формами. А с другой стороны, 90% вещей, которые мне теперь попадают в секонд-хенде, на меня велики. Еще одна вещь, у меня ее в руках сейчас нет. Это топ красного цвета. Как он меня выручал в Египте, я вам даже передать не могу. Он такой удобный. Просто накинула его. И вот можно было и на пляж ходить, и загорать, и с шортами, какими-то на высокой посадке идти, на бургеры, к ресторану, у бара. Вообще, я им довольна до невероятности. И я хотела его на видео снять, но почему-то, когда опять-таки я начала пролистывать папку, понимаю, что только фото имеется. А одевался он чуть ли не через день. Вообще, классная находка, был куплен в Харькове в секонд-хенде на герой... Нет, на Академика Павлова. Забыла, как называется секонд-хенд такой большой. Вот. И когда я смотрела, их было несколько вариантов. Оно было на завозы, и я так, надо, не надо, мне как-то мысли еще были на зиму настроены. Потом маме я сказала, покупай. Мама приехала в один из последних дней, взобрала мне. Но остался уже один. Остальных другой расцветки не было. Мне, конечно, красный цвет очень подходит, поэтому... Ну и что, что красный? Но если бы были другие оттенки, было бы здорово. Потому что вообще, вещь, которую я чувствую летом, будет носиться регулярно. У меня еще есть, что вам показать, но я думаю, что на сегодня достаточно информации, достаточно показов. В ближайшее время я снова выйду в эфир и покажу вам мои следующие покупки. На выходных я тоже планирую, что будет шопинг и будет, что вам показать. Большое спасибо, что вы смотрите меня. Подписывайтесь на канал, подписывайтесь ко мне в мои социальные сети. Будем дружить. Знаете, я всегда желала всем хорошего вечера. А теперь я желаю хорошего дня, потому что, знаю, меня смотрят разное время суток. Спасибо, что провели время со мной. Ставьте видео лайк, если понравилось. Дизлайк, если не понравилось. Пишите комментарии. Какая вещь вам понравилась больше всего из того, что я показала? Какая вообще не зашла? Мне будет интересно почитать такую аналитику, посмотреть. Самое главное, больше улыбайтесь. Пока. Продолжение следует...